ЖКХ. Три буквы, от которых нет покоя ни чиновникам, ни жителям. А теперь это еще и головная боли эксгубернатора, а ныне министра Михаила Меня. Так что нового готовят ивановцам коммунальщики в году грядущем? Как обычно, это новые статьи расходов. В Ивановской областной думе состоялись публичные слушания, где депутаты и чиновники обсудили новшества федерального законодательства. Со следующего года в России будет введена новая система финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Появятся некие региональные операторы, которые будут аккумулировать деньги жителей. Эта организация должна быть не коммерческой. Она финансируется с областного бюджета, определяется региональный оператор и контролируется правительством субъекта. Но в то же время, естественно, контроль граждан при выполнении капитального ремонта и должен быть. И создание советов домов, и контроль именно и подписание актов. Вот здесь должны участвовать жители. Обещают, что ремонтировать дома будут не только сами жители. Предусмотрено региональное и муниципальное софинансирование. Объемы его не определены, как, собственно, и денежная лепта ивановцев в эту новую программу. Пока нашему региону предлагается платить 6 рублей 20 копеек с одного квадратного метра жилья. Это примерно 250 рублей с небольшой квартиры. Исполнительная власть настаивает установить тариф на уровне 5 рублей за квадратный метр. Это самая низкая разрешенная планка. В любом случае, к Новому году то или иное решение будет принято. И через два месяца после его публикования жители начнут платить региональному оператору. Это будет примерно с марта следующего года. Сами виды ремонтов будут определять управляющие компании, основываясь на собрании жителей, собственников многоквартирных домов. Крышу ли в первом и так далее. Вся эта масса данных по всем параметрам домов будет стекаться в региональный оператор и будет ранжироваться. Если эту крышу, например, делали в прошлом году, она будет отстоять через нормативный срок. Если делали давно, то в первую очередь. То есть будет определяться, собственно говоря, приоритет проведения работ в зависимости от состояния тех или иных коммуникаций или инженерных структур. Активно обсуждается сейчас обведение соцнормы на электроэнергию. Только во втором квартале следующего года государство решит, нужна ли вообще соцнорма стране. Если решение будет положительным, то нашему региону предстоит определиться, сколько киловатт-часов разрешить потреблять Ивановцу, при этом не доставляя неудобств. Предварительно депутаты склоняются к цифре 150. Это средняя норма, которая будет предложена одному члену семьи. Второй получает, скажем, 100 киловатт-часов, а каждый последующий по 50. Так для семьи из трех человек норма будет составлять 300 киловатт-часов в месяц. Соответственно, будут свои нюансы. Повышающие коэффициенты применяются в случае, если в домохозяйствах установлено дополнительное электропотребляющее оборудование в соответствии с проектом. И если в жилом доме, в домохозяйстве проживают льготные категории граждан, там пенсионеры по старости, пенсионеры по инвалидности. Первый год действия соцнормы на пенсионеров распространяться не будет. Как говорят депутаты, 2014-й, скорее всего, весь будет занят разработкой проекта. А это значит, к новым правилам расходования электричества привыкать в ближайшее время, вероятнее всего, не придется никому. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.